На московском коксогазовом заводе прошел круглый стол по вопросу экологической обстановки в городе Видное. В правительство Московской области в последнее время поступило много жалоб от горожан о смоге и неприятном запахе из-за выбросов Москокса. На собрание приехал заместитель министра экологии Московской области Андрей Нахабин, чтобы послушать, какие именно претензии у представителей народной дружины, что делается заводом для предотвращения попадания вредных веществ в воздух и дать поручение независимой экспертизе о дальнейших работах, связанных с выявлением вредных веществ в воздухе. Москокс – городообразующее предприятие. На нем трудится порядка полутора тысяч сотрудников. Сейчас, во времена, когда экология и так не идеальная, жители волнуют вопрос загрязнения воздуха от завода. Последние 10 лет руководство Москокса выделяет ежегодно 100 миллионов рублей на программу замены оборудования и до 2019 года обещают полностью избавить жителей от малейших протечек вредных веществ в воздух. Естественно, результат есть. И те, кто в городе давно живет, это видят, понимают. Если так объективно сказать, совершенно другая атмосфера и экологическая обстановка вокруг завода сегодня. Причиной проведения круглого стола и приезда заместителя министра экологии и природопользования Московской области Игоря Нахабина послужило большое количество жалобных писем в последнее время в министерство. Андреем Воробьемом было принято решение, наконец, разобраться, что происходит с экологической обстановкой в Видном, провести экспертизу и после ответить на все вопросы горожан. Установлен контакт с населением, установлен полный контакт с администрацией, с администрацией завода. Я думаю, что действительно население получит все ответы на свои вопросы. И я думаю, что эти ответы их удовлетворят. Мы все вместе достигнем каких-то результатов, в том числе в улучшении экологической обстановки. Во время круглого стола руководство завода пригласило гостей собрания проехать по территории и открыто показали свое производство. Во всех организациях, контролирующих деятельность подобных предприятий, к заводу нет претензий. Все нормы ПДК соблюдены. В этот раз проверку будет проводить Российская Академия естественных наук, которая в рамках государственного заказа выполняет экологический мониторинг по Московской области. Когда вы обращаетесь со своими вопросами, что что-то пахнет, что-то нарушает нашу экологию, пожалуйста, сусти наш спектр исследований. Потому что, когда говорят, что что-то пахнет, мы вынуждены с собой ввести оборудование, целую лабораторию, которая в сутки стоит 150 тысяч рублей примерно. Круглый стол по вопросам экологической обстановки в городе Видное, связанный с работой Москокса, прошел продуктивно. Все стороны были довольны услышанным и планами на решение поставленной задачи. Директор и весь коллектив, значит, администрация этого завода довольно-таки открыто, зеркально, как говорится, нам рассказала те проблемы, какие есть у них. И мы, естественно, сказали те проблемы, которые волнуют жителей нашего района. Теперь жителям остается только ждать, когда будет назначена дата и место проведения экспертизы для выявления, отчего действительно идет неприятный запах, мешающий горожанам жить и наслаждаться свежим подмосковным воздухом. Юлия Погосян и Адамина Талия Буслаева, Видное ТВ.